Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Фреско. Сегодня заглянем к соседям в кастрюлю. Чем вот у них так вкусно пахнет? Приготовим грузинское блюдо. В его названии еще трепещет фазанчик, хохоби, поданный к царю на обед. Но сегодня чахохубили чаще готовят из курицы. Лучше всего со свободного выпаса. Зрелый, но не старый, довольно жирный. Вторая существенная составляющая – овощи. Господи, кто писал этот текст? В первую очередь репчатый лук, который отдаст в свой сладкий сок для тушения. И очень часто помидоры. Спелые, сладкие, южные помидоры. Чахохубили – одно из самых известных за пределами Грузии блюд. В детстве я каждое лето проводил в 100 километрах от грузинской границы, в городе Хатыжинске, на родине своих предков. И, можно сказать, с молодым вином впитал любовь пряным южным ароматом. Сегодня хочу показать, как делаю чахохубили я, соединив все лучшее из трех вариантов. Моей бабушке, моей матушке, привет мамуль, и одного тапсинского грузина, который готовил курицу в своем кафе для натуральных огнеедов. Хотя грузина, пожалуй, стоит взять не больше половины. Я думаю, уже достаточно лирических выступлений и воспоминаний. Начнем. Кому повезло с курицей, тому мы люто-бешено позавидуем. А кому не повезло, как мне, представим, что она та самая идеальная. В первую очередь отделим жир, который у нее в гуске, и не станем его бросать, ведь другого у нас не предвидится. Поставим на огонь сковороду, и пусть жир вытапливается. Иногда, когда курица нежирная, используйте сливочное масло, но вам точно нужна такая курица. Лук порежем кубиками среднего размера. Выложим лук на сковородку. Будем томить его до прозрачности. Курицу разделываем на порционные кусочки самым привычным образом. Ножки, бедрышки, крылышки, четыре части грудки и две спинки. Разогреем на огне толстодонную кастрюлю. Хотя у нас курицы многовато. Так будет лучше. В сухую кастрюлю положим куски курицы. Здесь применяется особая техника чахагбили, особая фишка. Сухое обжаривание. Мы не только не кладем никакой жир, но сейчас еще будем сливать тот, что будет выделяться в процессе обжарки. Сливаем его в сковородку, где томится лук. Такое обжаривание займет примерно минут 15. За это время и лук дойдет до нужной кондиции, я надеюсь. Так. Курицу убираем с огня. А к луку добавляем помидоры. Это могут быть свежие, очищенные от кожицы и порезанные. Или палочка-выручалочка, как у меня. Потушим еще немного, чтобы лук и томаты обменялись своими соками. Как у всякого народного блюда, у чахагбили множество вариантов. Некоторые кулинары добавляют к овощам свежий болгарский перец. Кто-то кладет картофель, кто-то морковь. Да, общий вес овощей должен быть примерно равен весу курицы. Другая сфера для экспериментов – набор пряных трав, сухих и свежих. Кто-то кладет хмели-сунели, кто-то – утх-сунели. Я же, как обещал, готовлю по собственному рецепту. И в мой набор пряностей входят семена кориандра, зира, сладкий перец и жгучий перец. Разотру их в стопке. Запах фантастический. И отправлю их к луку и помидорам. Так, надо посолить. Еще может понадобиться сахар и что-нибудь в качестве подкислителя. Лимон, вина или яблочный уксус, если кислоты недостаточно. У меня и сахара, и кислоты более чем достаточно. Запах фантастический. Переложим все это в заскучавшие курицы и оставим тушиться до готовности. Готово! Ароматное, яркое блюдо, в котором отлично сочетается свежесть кинзы и острота перца, сладость лука и основательность деревенской курицы. Хочется запить его красным терпким вином, запеть гортанные горские хоровые песни и станцевать с кинжалом в зубах. Геносвалин, вот и все на сегодня. Понравилось? Пальцы вверх! Не понравилось? Да ладно! Подписывайтесь здесь, ешьте вкуснее. В следующий раз готовим блюдо моей родины. Татарский балиш. Очень вкусный. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!